Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях подростки, которые этим летом не только отдыхали, но и активно трудились. И начальник отдела социального развития администрации Одинцовского муниципального района Наталья Вячеславовна Кроваева. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна! Здравствуйте, ребята! Сегодня хотелось бы, конечно, в нашей программе поговорить о тех ребятах, которые активно работали этим летом и получили даже свою первую, я подчеркиваю, первую заработную плату. Ну, раз мы заговорили за деньги, тогда о финансах. На летнюю оздоровительную кампанию в этом году затрачено более 26,5 миллионов рублей. Это средства бюджета Одинцовского муниципального района 12 миллионов и субсидия Московской области 14,5 миллионов рублей. Конечно, это очень большие денежные средства, из них 3,5 миллиона. Это деньги, которые запланированы на оплату труда наших школьников, которые работали этим летом в отрядах по благоустройству и ремонту образовательных учреждений. В эти отряды принимаются ребята от 14 лет. Работа осуществляется в соответствии с российским законодательством, с нашим законом о труде и, конечно же, в соответствии с постановлением администрации Одинцовского муниципального района. Чем занимались ребята? Труд школьников организовывали непосредственно в образовательных учреждениях. Я подчеркну, что во всех наших школах, лицеях, гимназиях были созданы такие отряды, где за свой труд ребята получают заработную плату и материальную помощь. Ну а теперь, как всегда, цифры. 1500 – это заработная плата, 3400 – это материальная помощь и также 1250 рублей выплатит нашим школьникам за их труд в качестве поддержки Одинцовский центр занятости населения. То есть около 6000 рублей получат наши ребята в виде своей первой заработной платы. Много это или мало, конечно, все относительно, но самое главное, они получат опыт зарабатывания первых денег, возможность пообщаться со своими друзьями и, конечно же, понять, как же эти деньги, каким трудом они зарабатываются. А потом, ведь многие ребята трудились на благо родной школы, опять же, это ведь приятно сделать что-то для стен и для того заведения, куда ты придешь 1 сентября. Конечно, Мария, я с тобой абсолютно согласна. Но если ребятки находятся в непростой жизненной ситуации, это деньги, это дети из семьи, где небольшой достаток, конечно, такие деньги будут хорошей помощью и семье в том числе. Давайте узнаем, как ребята потратят свою первую зарплату. Георгий, скажи, где проходили твои трудовые будни? Я работала в Акуловской школе в городском поселении Кубинка. И там мы выносили мусор, допустим, со старых кабинетов и также разбирали ненужную мебель, такую, как шкафы. Впервые ли ты так проводишь свое лето? Впервые ли ты работаешь? Да, впервые. Ну вот, когда узнал, что создается такой трудовой отряд, сразу решил, что ты хочешь туда, хочешь заработать деньги. Вот чье это было решение? Твое, родители, я не знаю, педагога. Как ты попал? Я, как только нам объявили, сразу согласился. И, конечно же, мама тоже одобрила. И вот так и начал работать. Помимо мусора, помимо разбора мебели, чем еще занимались? Кто вам ставил задачи? Сколько часов в день трудились? Сложно ли зарабатывать деньги все-таки, Георгий? Деньги достаются большим трудом. Мы работали 4 часа. И задания нам иногда давали как учителя, так и наш трудовик. Ребята, как взрослые, граждане своей страны, они уже самостоятельно отвечают за свое питание, за то, чтобы они вовремя, наверное, пришли на работу. Они оформлялись как взрослые. Для того, чтобы стать участником такого трудового отряда, необходимо было оформить пенсионное свидетельство, страховое свидетельство. Они уже как взрослые платят налоги, поэтому все документы были оформлены правильно. Нужно в управлении опеки и попечительства, если ребенку не исполнилось 15 лет, получить разрешение. И, безусловно, получить справку от медицинского работника о том, что по здоровью ребенок может работать. А если какие-то есть отводы, то, соответственно, тоже сообщите своим организаторам, которые, безусловно, это работники школы, это либо административно-хозяйственная часть представителей вот этого направления работы в школе, либо учителя трудового воспитания, либо педагоги-организаторы, заместители директоров по воспитательной работе. Но в каждой школе это было свое, уникальное такое направление, которое организовывали наши педагогические работники. Вы также все эти отряды отслеживали, отсматривали, выезжали с проверками, как проходят. Не перегружают ли ребят работой? Ну, безусловно, не перегружают. Конечно, ребятам, которым не исполнилось еще 16 лет, они работали 4 часа. А по российскому законодательству от 16 лет ребятки уже до 18 лет, это 6-часовой рабочий день. И, безусловно, конечно, это более легкий труд, не связанный с какими-то токсичными материалами, с тяжелыми физическими условиями. Поэтому еще раз подчеркну, что наши педагогические работники соблюдали все нормы российского законодательства в предоставлении тех трудовых направлений, которые осуществляли наши школьники. Ну и самый главный вопрос. Георгий, как потратишь честно заработанные деньги? Ну, скорее всего, на покупку недостающих школьных элементов и на форму школьную. То есть поможешь родителям, да? Поможешь маме собрать себя в школу. Да. Ну, приятно, что это будут уже покупки на твои средства осуществлены. Да. Наверное, более будешь бережно относиться к такой форме. Однозначно. Мария, где ты работала этим летом? И впервые ли так проводишь свой отдых? Работала в лесногрузской школе. И нет, не впервые. Были легкие подработки. На подарок маме, допустим, или на какие-то личные нужды. Чем занимались? Что вам предлагали? Что делали для школы? Что-то вы носили, как Георгий? Мусор какой-то освобождали? Какие-то шкафы? Вот чем были наполнены ваши трудовые дни? Ну, мальчики брали на себя более тяжелую работу. Из подсобных помещений выносили ненужные вещи. Или убирали мусор с школьного поля. А мы с девочками, у нас было 4 девочки, мы убирали классы и библиотеки ставили, штамповали учебники. Так легкая работа. Помогали учителям с тестами. Ну, как ты считаешь, вообще вот стоит ли ребятам, вот уже практически начиная с 14-летнего возраста, стремиться к тому, чтобы зарабатывать свои собственные деньги? Или лучше оставить эту миссию родителям спокойно отдыхать, учиться? Ну, вот уже когда будет получено образование, да, будет достигнута 21-22 года, тогда уже и выходить на работу. Нет, я считаю, лучше помогать родителям в этом плане, потому что не каждая школа может предоставить такую возможность летом зарабатывать деньги. И это не очень тяжелый труд для подростков, поэтому я в этом ничего плохого не вижу. То, что эти деньги можно потратить с умом и не гулять просто все лето, как некоторые дети, а действительно помогать и школе, и родителям своим. Сколько примерно человек было в вашей бригаде? Ну, наверное, человек 20-15, но мы всегда работали отдельно, потому что нас в основном брали учителя помогать им, а мальчики выносили вещи в основном или убирались. Ну, в общем, ну, как всегда, на мальчишках более тяжелый, скажем так, труд, но в любом случае все это в рамках действующего законодательства. Конечно, безусловно, и школы ждут летний период, ждут такой вот помощи от своих учеников для того, чтобы подготовить школу к новому учебному году. И тогда она будет более чистая, более яркая и, конечно, более любимая нашими школьниками, потому что тогда, когда ты вносишь частичку своего труда, частичку своей души, ты больше ценишь те стены, которые дают вам знания. Что вам говорили педагоги, что вам говорили ваши кураторы, насколько они были довольны вашим трудом? Чаще всего мы работали в библиотеке, там попалась очень хорошая женщина, она хвалила нас то, что мы выполняли всю работу и уходили, когда нужно. Они от звонка до звонка, как говорят, да? Машенька, как потратишь свои честно заработанные деньги? Ну, у меня в этом году УГЭ на книжки и на одежду, если понадобится. Но некоторая часть денег у меня отложена. Вот как приятно это слышать. Георгий помогает родителям собрать в школу, Мария готовится покупать учебники для того, чтобы как можно лучше сдать экзамены. Вот Наталья Шлавовна, прям не устаешься радоваться, не устаешься гордиться этими детьми, что они такие умные, такие взрослые, такие самостоятельные. И уже понимают, что деньги нужно зарабатывать. И для этого нужно прикладывать усилия. Правда? И такие целеустремленные, потому что у каждого из них есть какая-то маленькая мечта, которая позволит осуществиться благодаря тем деньгам, которые они заработают. Ну, я знаю, что, конечно, количество желающих поработать летом, оно огромное. И всегда эти места пользуются большим спросом со стороны родителей, со стороны детей. Ну, попадают туда действительно те, кому и необходимы, кто, наверное, настолько... Вовремя подал заявление. Да, и вовремя подал заявление, настолько желал поработать, что вот все звезды сходятся и все получается. Наталья Александровна, я знаю, что помимо школы ребята ведь трудились и в некоторых учреждениях нашего муниципалитета, ведь они предоставили тоже рабочие места. И об этом говорилось на одном из рабочих заседаний с Андреем Робертовичем Ивановым, когда вы ему докладывали и просили структурное подразделение выделить места, потому что ребята хотят трудиться. Да, 659 школьников у нас трудятся в отрядах по благоустройству, ремонту образовательных учреждений и также Одинцовское городское хозяйство предоставило рабочие места для наших школьников. Конечно, они очень востребованы и значительно большее количество ребят готово было поработать, но пока мы вынуждены ограничиться теми рабочими местами, которые мы смогли профинансировать. Поэтому я не устаю обращаться к нашим предпринимателям, берите на работу школьников, не бойтесь их брать, это очень благодарные будут ваши сотрудники и самое главное, вы тоже принесете пользу и нашим деткам, и их семьям и поможете им подготовиться к новому учебному году. Если говорить о городском хозяйстве, то огромное количество ребят помогало этим летом украшать наш город, они высаживали цветы, пропалывали клумбы и все это видели, и, конечно же, это все вызывает только радость. Безусловно, и гости, и жители города Одинцово видят, насколько этим летом наше окружение такое яркое, красочное и какие красивые цветы растут на клумбах. Дарья, ты тоже из лесногородской школы, тоже этим летом трудилась, впервые ли так решила отдохнуть, или это уже для тебя не первый опыт зарабатывания денег? Ну, я впервые зарабатываю первый раз деньги, но это очень большой опыт. А почему ты решила не просто отдыхать, гулять, загорать, смотреть телевизор, общаться с друзьями, вот именно так проводить каникулы, а именно пойти поработать и заработать свою первую зарплату? Чтобы не сидеть на плечах у родителей, чтобы самой заработать себе деньги и тратить на свои нужды. Также потратить их на учебники или на одежду, если захочу что-нибудь купить, на самое обычное мороженое, которое захочу купить, и чтобы не каждый день просить у родителей деньги. Сложно ли было попасть в эту трудовую бригаду? Нет, не сложно. Мы просто записались, то что мы хотим работать в определенный месяц, летом, и нас туда записали, в бригаду, и мы пошли работать. Как ты будешь тратить свои деньги? Как ты считаешь, вообще достойна ли это зарплата, или хотелось бы больше? Я считаю, что для первой заработной платы это очень даже достойно. Большая сумма приходит по-разному, и эту сумму можешь потратить так, как ты хочешь. Я считаю, что это большая сумма. Наталья Вячеславовна, это достаточная сумма? Ну, безусловно, ведь труд, ребят, неквалифицированный. И, конечно, они, как взрослые, уже получают заработную плату, предприняв определенные шаги. И оформив пенсионное свидетельство, и медицинскую страховку. И в то же время они оформили в банке карточку свою первую, получили на нее свою первую заработную плату. Конечно, всегда хочется зарабатывать больше. Это нормальное, хорошее стремление. Но они должны понимать, что начинаем мы пока с малого. То, что может им организовать образовательное учреждение. И мотивация для поступления вот в такие отряды по ремонту благоустройства образовательных учреждений у ребят разная. Это заработать деньги. Конечно, здорово. Это помочь своей школе. Это вместе с друзьями провести еще один месяц своей жизни. И, конечно, помочь своей семье. То есть очень много факторов, но самое главное, это желание ребят трудиться. Трудиться. Как сказала Даша, не сидеть на шее у родителей, а действительно попытаться как-то помочь своей семье. Ну и показать, что вы уже самостоятельные. Взрослые и самодостаточные люди. Взрослые и самодостаточные люди. Ребят, как будете проводить оставшееся время каникул? Даша. Ну, как все дети отдыхать. Отдыхать. А потом, перед началом учебного года, конечно же, готовиться к экзаменам, к учебному году. Готовиться. У тебя впереди ЕГЭ? Да. Куда будешь поступать? Волнуешься ли уже, переживаешь? Начинаешь ли готовиться? Или все-таки пока отдыхаешь и стараешься об этом не думать? На самом деле, стараюсь пока об этом не думать, но вот как наступит август, конечно же, нужно думать, куда поступать после 11 класса. Насчет волнения? Нет, волнения нет. Просто когда сдавала ОГЭ первый раз, первый экзамен, поэтому было очень страшно. А вот когда ЕГЭ, все равно волнуешься перед самым экзаменом, но сейчас пока нет. Мария, как будет проходить твое лето? Оставшийся месяц? Покупка учебников и тоже подготовка к ОГЭ. То есть ты уже начинаешь заблаговременно готовиться? Ну, я уже нашла колледжи, три колледжа, куда хочу, хотела бы поступить. Что это за направление? Педагогическое, налогопеда. Очень интересно. Почему ты решила стать педагогом? Я занималась раньше вину спорта, где постоянно контактировали с группой маленьких детей, ну, дошкольного или школьного возраста. И уже приучена, то есть знаю, как с ними общаться, как себя нужно вести, чтобы они тебя слушались и уважали. Поэтому с детства, ну, не с детства, с более младшим. Ты любишь маленьких детей? Да. Маша, но вот все-таки после окончания вуза планируешь вернуться в родную школу, в родной район или уже как получится? Ну, хотелось бы, конечно, здесь, но если не получится, то уже куда-нибудь в другое место. Наталья Вячеславовна, а вот у таких ребят, которые целеустремленно поступают, например, мы берем педагогическое направление, есть возможность вернуться и, так сказать, пригодиться в родном муниципалитете? Ну, безусловно. Где родился, там и пригодился. И, конечно же, после окончания педагогических вузов, педагогических колледжей нужно прийти в управление образования в отдел кадров и подать анкету о том, что закончили уже среднее или высшее учебное учение. То есть такой специалист? И готовы работать в наших школах, особенно в тех школах, которые они закончили, потому что они лучше знают инфраструктуру школы, лучше знают тех, с кем они будут работать, и учителей, которые потом станут их коллегами. Мария, мы тебе желаем успехов, конечно же сдать ОГЭ, на отлично поступить, ну и вернуться в родную школу, чтобы все у тебя обязательно получилось Спасибо Георгий, ну как твои будут завершаться летние каникулы? Конечно же отдых с семьей и друзьями, но помимо я еще состою в военно-патриотическом клубе и тоже у нас будут выезды, такие как реконструкции или просто экскурсии Ну в общем активное лето, не только в трудовом плане, но и в досуговом Да Что бы пожелал всем ребятам, кто сомневается, вот работать ли им следующим летом или нет? Стоит ли это делать? Конечно же это помощь родителям и можно также приобрести что-нибудь себе важное Наталья Вячеславовна, что бы вы пожелали всем ребятам? Я хочу им пожелать в первую очередь набраться как можно солнечных лучиков, хорошего настроения, позитивного отношения к жизни И вот такими наполненными прийти 1 сентября в свои школы и хорошо учиться, получать знания и самое главное быть благодарными Благодарными своим родителям, учителям за их прекрасное детство Спасибо Наталья Вячеславовна, спасибо ребята, что пришли сегодня в нашу студию, поделились тем, как заработать первые деньги И насколько было это важно для вас, для каждого из тех ребят, кто этим летом не только отдыхал, но и активно трудился в своих образовательных учреждениях Спасибо вам, вы смотрели программу Моя Планета, верьте в себя и у вас все обязательно получится Пока! Субтитры сделал DimaTorzok